Всем привет! Блендер 2.91 Анимация вот этого персонажа Ранго показала, что Рик хорош именно, вот такой вот Рик хорош для каких-то кульбитов, для каких-то там, не знаю, бега, ходьбы, обычной ходьбы. Для стилизованной ходьбы вот таких персонажей там с выядрежем этого недостаточно. Нужно его усовершенствовать. Ну, давайте посмотрим, что можно вообще сделать, да? Так, выбираем кости и посмотрим, так зайдем теперь в Edit Mode сначала Вот такой у нас персонаж, такие кости выбираем вот эту косточку и Е английская, вытягиваем кость, вот сюда Также Е английская, вытягиваем кость вот сюда Отсоединяем Alt P Clear Parent эту кость и отсоединяем Alt P Clear Parent эту кость Что нам нужно сделать? Нам нужно теперь вот эту кость привязать к этой Ctrl P Keep Offset и вот эту кость привязать к этой Ctrl P Keep Offset Ну, вот такая штука сделана Давайте экспериментировать дальше Заходим теперь в Post Mode и попробуем вот эти ключицы переделать именно под анимацию как в мультфильме Так Что же сделать? А сделать можно вот такую штуку выбрать вот эту косточку и вот эту и нажать Ctrl Shift C и нажать Inverse Kinematic Сейчас будем экспериментировать то ли влияние на две кости поставить то ли оставить на нолях Вот сейчас она на нолях стоит Можно поставить на одну на две кости сейчас будем смотреть И вот эту косточку так вот эту косточку привязываем вот к этой кости это вот все равно что мы повторяем кисть Ctrl Shift Inverse Kinematic Теперь все это понятно что двигаться это будет как кисть вот таким вот образом да так Ctrl Z зайдем теперь в Edit Mode выберем вот эту кость вот эту через Shift и вот эту и Ctrl P Keep Offset Свяжем это вот Rig до начала анимации я здесь забыл просто вот эти кости привязать так теперь что еще делаем так заходим теперь в Object Mode выбираем персонажа кости Ctrl P with automatic widget все это дело связываем выбираем косточки и заходим и заходим в Post Mode обратно смотрим как теперь работают эти кости вы видите что персонаж стал более живой теперь он может мягче все это дело повторять анимацию так Ctrl Z но нужно еще настроить позвоночник позвоночник мы настроим как в прошлый раз я настраивал именно ноги вот эти таким образом выбираем вот эту кость и выбираем вот эту кость и жмем Ctrl Shift C и нажимаем Copy Location Copy Location мы уменьшаем чтобы сильно он не повторял движение ключицы то же самое сделаем и с этой стороной выбираем Ctrl Shift C и жмем Copy Location и также уменьшаем вот это влияние кости Inverse Kinematic на Copy Location смотрим теперь что у нас получается G вы видите что у нас вот эта кость вот это плечо у нас двигается а это теперь на месте стоит Ctrl Z Ctrl Z как исправить это положение так выбираем Inverse Kinematic так Inverse Kinematic и добавляем влияние давайте на две кости и вот эту попробуем тоже на две кости влияние теперь при анимации при анимации конечно это классная штука будет но какой косяк появится смотрите если мы выбираем тазовую кость да прикольно можно какую-то там вот можно поднять и руки как бы вниз пойдут да вот это плюс ноги вот как-то все здесь мягче стало двигаться но это не задействует не тянет за собой эти руки если нам нужно будет сделать допустим походку и мы будем выбирать вот смотрите мы выбираем G персонажа то руки будут стоять на месте нам придется Ctrl Z выбирать то мы выбирали допустим от руки пробуем что получится тройка на нам падет G вы видите теперь нам придется выбирать именно 4 кости чтобы персонажа вот этого допустим передвинуть ну вот как мы делали в прошлый раз вот G вперед если нам придется наклонять вот эту косточку допустим вот R то опять же мы будем работать со всеми четырьмя вот этими костями это тоже составит какое-то неудобство пробуем инверс кинематику добавить ну давайте на четыре кости и вот эту инверс кинематику на четыре кости если сейчас мы выбираем руку вы видите что плечо так оно и будет теперь стоять если выбираем плечо G то будет стоять кисть и соседняя рука вот это недочет вот этого вот варианта но в принципе он нам даст что если мы будем что-то делать он позволит нам G вытягивать плечи вперед допустим как-то G давать какую-то более прикольную позу ну вот таким вот образом если будем изгибать позвоночник R вот так то он нам уже этого сделать не даст вот эта кость пробуем еще что-нибудь этот ролик будет как экспериментальный чисто чтобы найти вот эту оптимальную связку если мы выберем теперь вот эту косточку копию локейшн стоит на Inverse Kinematic левая и правая и выберем теперь соседнюю кость допустим и поставим Ctrl Shift C копию локейшн и на нее вот так уменьшив вот это вот влияние интенсивности и теперь получается если мы выберем соседнюю кость тазовую Ctrl Shift и поставим копию локейшн и на нее уменьшим тоже влияние смотрим если мы одну ее выберем вот эту косточку тазовую будем крутить вы видите что персонаж стал живой еще более такой прикольный так а если мы на нее поставим на эту косточку локал спейс и локал спейс проверяем что будет она вытворять R мы можем работать тазом вот смотрите сверху допустим мы вводим таз и у нас позвоночник повторяет именно движение вот этой кости мягкое выкручивание получается если мы начинаем кость эту выкручивать как-то вперед вот у нас начинается вот такое прикольное движение так Ctrl Z Ctrl Z что еще можем сделать так если тазовую кость мы будем приседать вы видите все нормально она работает вот таким вот образом вообще классно мягко все идет это плюс попробуем если сейчас мы настроим и вот эту руку вот эту и вот эту кость выберем и назначим Ctrl Shift C Inverse кинематик и поставим вот этот Inverse кинематик влияние на две кости смотрим как ведет себя рука начинает дергать и эту кость почему потому что она влияет и на нее вот на эту вот на эту ничего попробуем поставить влияние на одну кость так и уменьшить немножко интенсивность ну до половины допустим так так G если мы выберем сразу две кости G то вот уже он может куда-то тянуться но вот в чем косяк надо было кость вот эту перевернуть назад чтобы она не тянула голову или теперь настроить веса так ну веса это можно подправить не проблема так ну это все нормально да на эту руку давайте попробуем вот так настроить вот эту кость выбираем вот эту Ctrl Shift C и ставим Copy Location идет перекрутка мы ее уменьшаем влияние так это все нормально теперь если мы будем G вертеть вот так вот руку и перекручивать ее R то у нас должно крутиться и предплечье но для этого Ctrl Z нам нужно еще что сделать вот эту кость выбрать Inverse Kinematic и Ctrl Shift C выбрать Copy Transform находим Copy Transform ставим Local Space Local Space и уменьшаем немного влияние так теперь если мы будем R перекручивать кисть вы видите что крутится и предплечье полностью так это получается R вот вы видите что рука изгиб Inverse Kinematic изгибается и вот это Copy Location копирует движение Inverse Kinematic а Inverse Kinematic повторяет движение вот этой кости так Ctrl Z Ctrl Z так Ctrl Shift Z все нормально так единица нам падает и вот две руки настроены по разному вот такая штука теперь если мы возьмем и зайдем в Edit Mode и попробуем через Shift связать вот эти кости Ctrl P Keep Offset зайти в Edit Mode так в Post Mode и теперь если мы G будем двигать эту кость то она начинает трепыхаться вот так если мы сейчас отключим один Inverse Kinematic и попробуем G поводить эту кость то она тоже дрожит если мы поставим влияние на одну кость вот на эту то тогда G у нас получается что одна кость замерла это уже не есть хорошо Ctrl Z Ctrl Z возвращаемся в Edit Mode и пока отключим этот вариант если на эту руку мы сейчас просто соединим вот эту кость вот эту вот эту и вот эту Ctrl P Keep Offset и зайдем в Post Mode смотрим что получается G вот вот этот вариант более-менее работает вот он у нас получается что рука разрывается так так-то она выглядит нормально вы видите что но в принципе она плечо начала за собой двигать если сейчас мы выберем G так Ctrl Z хвост выбрал выберем TAS G начнем дверь то тоже все на своем месте остается так а если мы попробуем Ctrl Z Ctrl Z связать все это иначе допустим мы связываем вот эту косточку вот эту вот эту и вот эту Ctrl P Keep Offset заходим в Post Mode и у нас тут начинается мама не горюй эта кость отсоединяется вот от этой кости значит нужно зайти в Edit Mode и теперь привязать вот эту кость Ctrl P Keep Offset заходим в Post Mode Edit Mode и выбираем вот эту косточку и вот эту Ctrl P Keep Offset смотрим теперь что получается а результат в принципе никакой связывать их так в обратную сторону вообще не получается если наоборот то они еще как-то держатся как-то связываются как-то все движется получается если мы сейчас свяжем эту косточку но если просто вот эту кость с этой связать Ctrl P Keep Offset проверяем Post Mode G никакого движения Ctrl Z Пробуем пробуем иначе вот эту косточку вот эту и не трогая Copy Location с этой связать Ctrl P Keep Offset Post Mod проверяем G вот теперь начинает двигаться плечо но у нас вот эта кость теперь наверное не будет любить вот эту вот Copy Location давайте отключим G нет она все равно так себя ведет попробуем на Inverse Kinematic интенсивность уменьшить G теперь у нас вообще получается кости пляшут сами по себе ладно Ctrl Z Ctrl Z тоже отклоняем этот вариант и попробуем еще один способ это связать вот эти косточки вот эти две выбираем сразу и к тазовой присобачим Ctrl P Keep Offset заходим в Post Mod так что получается так если тазовую будем вертеть плечи то привязаны базара нет R можно вот сейчас чуть подправить и получается тогда G все работает мягко вот G тоже все работает нормально руки работают есть какие-то тряски какая-то фигня немалая такая небольшая и теперь если G то плечи у нас привязаны и мы можем работать просто как обычно выделяя кисти ну вот этот вариант ну а если попробовать еще вариант вот такой вязать не к тазовой кости а допустим две вот эти косточки мы привяжем ну допустим вот к этой кости Ctrl P и POS POS Mod ее все равно коробит и теперь R в принципе тазовая кость их держит все в принципе если его чуть-чуть подправить то можно с ним работать вот ну вот этот вариант в принципе более-менее нормальный так единица на нампаде G все руками мы можем водить руки в принципе работают так и прежде единство что персонаж стоит на месте если мы вот этой кости поставим не две а допустим четыре кости влияния и вот этой кости поставим тоже четыре кости влияния давайте посмотрим как будет двигаться персонаж так многовато значит ставим влияние на три кости и здесь влияние тоже на три кости теперь G телом мы нормально можем водить ну вот идет дергание вот это это уже не есть хорошо значит это тоже мы отклоняем так что у нас тут так единицы на нам паде так 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 значит два инверс кинематика отклоняем однозначно копи локейшн в принципе она работает в паре нормально R вот руку можно перекручивать все идет нормально так теперь если G мы опускаем рука нормально действует и весь вопрос весь вопрос в чем чтобы не убирать все четыре кости и вот эти косточки развернуть назад чтобы если со спины мы делаем какую-то анимацию допустим походки мы могли бы допустим как-то персонажа тут позиционировать вот в таком духе так это единица на паде вот он теперь мягко меняет именно вот эти позы положения ну и что еще можно сделать этому персонажу это так выбрать таз мы можем выбрать руки G приподнять персонажа перекрутить персонажа вы видите что нормально он крутится вот так вот в принципе большие амплитуды ему тоже не помеха это есть хорошо так Ctrl Z Ctrl Z и теперь какой вопрос вот ноги ноги как их настроить ну самый лучший способ это как и в прошлом ролике просто добавить вот сюда косточки слежения как это делается давайте посмотрим заходим в Edit Mode вытягиваем E косточку теперь Alt P Clear Parent отсоединяем и G выводим ее вперед и связываем ее Ctrl левый клик а Shift левый клик пардон вот с этой косточкой жмем Ctrl P и Offset заходим теперь в Post Mode и нужно Inverse Kinematic чтобы прописать вот эту косточку значит ставим наименование где бегущий человечек это Viaport Display Names это у нас 84 кость выбираем Inverse Kinematic заходим в настройку костей и добавляем арматура и добавляем 0 84 кость следить за 84 кость вот она последняя колено перекрутилось не беда мы можем здесь просто поставить 90 так 90 мало не беда не беда перекрутить ее так на сколько она тут выходит на 166 вот так но предварительно смотрим конечно чтобы вот вот эта вот часть не развернулась на минус допустим 166 и теперь получается если мы поднимем G ногу вы видите что кость движется за ногой но если мы начнем водить этой костью мы можем контролировать именно поворот колена это очень тоже классно так это тоже оставляем это есть хорошо теперь что еще можно к персонажу такого присобачить если мы сейчас зайдем в edit mode и добавим допустим от тазовой кости и вытащим кость и сделаем alt p так alt p она не отсоединяется G она привязана почему alt p не отсоединяет ее вот там clear parent отсоединяем и мы можем к этой косточке привязать допустим вот эту кость вот эту кость и еще и тазовую ctrl p keep off set заходим в post mode и если сейчас мы двигать эту косточку то увидите что мы можем передвигать всего персонажа вот таким вот образом таким же образом мы можем присоединить и и вот эти косточки к ней ctrl p keep off set получается post mode G так не ту взял пардон и и вот весь персонаж в нашем подчинении вот это будет нам мешать делать какие-то кульбиты допустим если мы сейчас R вот вы видите что при походке вот это все будет зашибись но теперь мы не можем вертеть вот этой косточкой по звонкам вот она не хочет работать верхнюю косточку она тоже не будет работать из-за того что мы привязали все к этой кости вот так вот этой косточкой мы можем теперь как-то водить крутить это все равно что тазовая кость теперь и это не есть тоже хорошо так вот мы не можем теперь позвонок говнуть как надо мы можем только выкручивать крутить получается нам теперь нужно добавлять еще косточки чтобы дополнительные косточки выходили с позвоночника и ими работать это лишние кости это будет гемор так ладно от этого тоже отказываемся edit mode удаляем ру кость бом давай так ну вот эта штука в принципе нормальная в принципе она мне нравится можно добавить на локти кости но смысла я в этом не вижу потому что у нас можно установить local copy location и она будет полностью копировать нахождение локтя в зависимости от кисти руки вот и все так теперь что еще можно придумать так ну давайте попробуем G и сделаем какую-нибудь походку ну допустим так эта нога G сюда хвост F уберем эту ногу G поставим на низ тазовую кость G опустим так немножко R вот опять же как ее крутить теперь вот эти кости перестали работать позвонки почему потому что у нас вот эти кости установлены если мы этими костями допустим R можем вертеть только плечи можем вот так его поставить тогда нам нужно еще и на эти косточки ставить copy rotation чтобы вот этот позвонок копировал как сказать давайте попробуем вот так попробуем ctrl shift c copy rotation и получается если сейчас мы эту косточку будем крутить R вот теперь у нас работает позвонок и получается все это конечно классно слишком много выглядите сколько на одну косточку установлено всяких констрейтов ну ничего такой просто будет навороченный как сказать RIG теперь вот эта косточка должна повторять ctrl shift c copy rotation этой кости находим где-то copy rotation ну и влияние немножко уменьшаем вот так чуть-чуть пробуем если мы эту косточку R будем загибать у нас начинает так если руки тоже выберем зараз вот так R вот у нас вообще персонаж гнется вы видите вообще классно вот это уже для анимации прямо само то здесь у нас может быть рука и эта рука у нас может быть G тут так вот эту руку тоже нужно будет поднастраивать под copy rotation location так ну и попробуем вот эту косточку тоже так же настроить вот эту и вот эту ctrl shift c copy rotation и вот эту так ну это и так повторяет эту кость в принципе все и теперь если мы будем эту косточку R гнуть у нас гляньте как он изгибается это вообще бомба тут можно такие походки делать с выкрутасом только нужно не забывать не терять вот эту кисть G R G так и R так кисть сюда и вот сюда вот так что у нас получается а у нас получается блатнячий персонаж с настройкой кости если мы сейчас еще хвост настроим под copy rotation да это вообще будет бомба с ним можно будет вытворять такие дела кульбиты разные позы это будет жесть так но анимацию я пока не буду делать надо попривыкнуть еще к настройкам этого рига так что ж ему еще можно добавить так вот колено мы теперь можем двигать вы видите так если мы будем ногу поднимать G вообще все классно ну и хвост вот если хвост настраивать вот таким же образом copy rotation ему поставить я ролик выложу как это все делалось уже ему не буду крепить пока ну вот вот это я понимаю вот это уже кульбиты можно делать творить чудеса R голову перекручиваем R единственное что вот сейчас косточки вот эти тянут вот эти вот щеки эти косточки желательно повернуть как бы туда назад к спине и поворачивать именно вот именно со спины вот так вот G вот мы теперь можем их двигать и эта кость дает ему вообще такие преимущества вот так вот dance ну чуть-чуть конечно попривыкнуть надо так что тут еще если R это не прокатывает выкручивать а вот тазовую кость семерка на нам паде руки тоже выбираем и жмем R все все нормально вводится так что получается R вообще тут может танцевать брейк данс тэнс 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 еще хвост поднастроить и вообще G оба 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 тэнс 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 а rel V нельзя rum вы видите что надо вот эти ноги постоянно будет ловить вот такая штука вот можно назад увести g эту тоже нужно поднастроить чтобы колено можно было не потерять и голову вот так и вот так так теперь эту руку g g и плечо немножко g вниз вот как вот такие позы можно вытворять теперь но вот этот персонаж ссылка на скачивание в описании можете попробовать с ним всякие всякости все всем пока